Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули в гости. Для тех, кто впервые у меня на канале, меня зовут Алла. Давно мы с вами не разговаривали на тему ухода за телом. Очень много у меня видео именно посвящены уходу за лицом, а про тело как-то, по-моему, незаслуженно я забыла, поэтому решила восполнить пробел. И сегодня поделюсь с вами тремя средствами, которые я использую на данный момент при уходе за телом. Понимаете, сейчас, конечно, специфические должны быть средства, вы понимаете, потому что, во-первых, погодные условия, во-вторых, это вот это отопление, это сухость постоянная, да, то есть мы должны тщательнейшим образом нашу кожу увлажнять, питать, в общем, ухаживать и лелеять, холить и лелеять. Вот, поэтому, если вам интересно, я поделюсь с вами сейчас именно теми средствами, которыми я питаю, увлажняю, ну и, конечно же, очищаю свою кожу. Ну и начну я, пожалуй, сегодняшний обзор с нового для себя средства, ну как сравнительно нового, я пользуюсь им как бы недавно, ну, можно сказать, там, недавно, месяц где-то. Это вот такой крем Любава Делюкс, это отечественный производитель, вы знаете, это меня вообще радует, когда попадаются какие-то удачные косметические продукты именно отечественного производства, потому что, ну, вселяет какую-то надежду. Значит, каким образом я вообще узнала об этом креме? Совершенно случайно на ютубе наткнулась на обзор блогера, девушки, которая вот, понимаете, она так вкусно рассказывала об этом креме, это крем масла, что мне просто очень захотелось попробовать. Это к чему, кстати, что я такая же, как и вы все, понимаете, я ориентируюсь также на отзывы других людей, когда вот что-то я вижу, действительно человек впечатлен, так красиво как-то рассказывает, мне сразу же хочется тоже приобрести и попробовать. И я связалась с производителями, и вот они мне предоставили на тестирование этот продукт, и вы знаете, слушайте, я действительно осталась очень довольна, честно говоря, я сомневалась, потому что думаю, ну, мало ли, ну, как-то что-то, может, приукрашено было в этом отзыве, слушайте, ничего подобного, крем прекрасный. Этот крем масла, он имеет такой запах, аромат кокоса, очень мне нравится, я не знаю, как вы относитесь, если, как бы, вас раздражает этот запах, то, наверное, вам не подойдет. Я обожаю, обожаю все косметические продукты с запахом, с ароматом кокоса, это просто моя история. Значит, по конституции, он такой, знаете, как подтаявшее сливочное масло, но при нанесении он достаточно быстро впитывается после нанесения, нет такого, чтобы он оставлял какие-то там жирные на одежде там следы, или там надо ходить там полчаса, чтобы он впитался, ничего подобного. То есть вот после душа утром и вечером я теперь наношу этот крем ежедневно. Я наношу на проблемные свои зоны, это у меня вот руки целиком и ноги целиком, все остальное, как бы, еще, так скажем, не так, не в таком плачевном состоянии, а вот руки и ноги, да, они, конечно, у меня сохнут капитально вот сейчас. И этот крем при нанесении, вот после нанесения, такое ощущение, что, знаете, он как запечатывает влагу. Кожа очень хорошо себя чувствует в течение дня, держит, понимаете, то есть вот это ощущение стянутости у меня полностью пропало. И, ну, я его, поскольку использую, опять же, говорю ежедневно, за исключением двух раз в неделю, когда я более серьезное средство, значит, применяю. Вот, поэтому вот он работает, он работает. Я не знаю насчет пролонгированности действий, да, вряд ли, наверное, когда я перестану им пользоваться, эффект сохранится. Да, наверное, он работает, пока я его использую, но я очень довольна. И если учитывать, знаете, цена, цена-качество соотношения, то, по-моему, это прекрасно, по-моему, замечательно. Поэтому вот если вы находите сейчас в поисках какого-то неплохого бюджетного именно средства для тела, значит, для ухода за телом, вот я вам могу совершенно спокойно порекомендовать вот такой Любава Делюкс. Так, ну, следующий косметический продукт, который я использую, но уже дважды в неделю, как я уже сказала, более сильный, это Афлокрем. Вы знаете, я уже рассказывала о нем, значит, но у меня был маленький тюбик, использовала я его для рук, а сейчас я вот купила большой и использую теперь его уже на теле, именно вот, именно на своих проблемных зонах. И вот на руки полностью, и на ноги. Значит, за счет тех компонентов, которые входят в его состав, этот крем, он нам восстанавливает водно-липидный баланс. Это действительно так. Слушайте, он работает. Кожа после него реально вот настолько увлажнена, настолько она в таком хорошем, каком-то правильном состоянии, что вам даже не передать. Вообще, этот крем, он даже рекомендуется для тех, у кого различные дерматиты, различные какие-то вот именно кожные заболевания, да, либо на стадии ремиссии, либо как в дополнение к основному лечению, либо уже на стадии долечивания, да, то есть рекомендуют. Экземы, дерматиты, различные теологии. То есть вот, также этот крем можно употреблять, да и, в общем-то, я знаю, что употребляют у детишек. То есть, вы понимаете, даже у младенцев можно употреблять. У меня внучке три годика, так вот, собственно, дочка спасается только этим кремом. Она мажет ей ножки, у нее тоже, знаете, такой, ну, аллергического такого плана. Сухие ножки бывают, такие как вот, участками. И вот этот крем, он спасает, он работает. Подойдет для аллергиков, подойдет для людей, допустим, которые не переносят никакие косметические отдушки, потому что здесь этих отдушек нет. Впитывается он очень быстро, не оставляет, опять же, никаких жирных следов, понимаете. Не надо, опять же, там ходить и ждать чего-то, что он когда впитается. Значит, так, по поводу того, где его купить. Вообще, он продается, представлен в аптечной сетке. Купила я его на аптеке RU. И, собственно, если вы надумаете приобрести, то я с вами делюсь промо-кодом на очень хорошую скидочку. Имейте в виду, оставлю этот промо-код под видео. Так что, вот такой Афлокрем рекомендую от всей души. Ну, и, собственно, что у нас остается? Остается у нас очищение кожи, о котором я вам сейчас тоже расскажу и покажу, потому что это средство уже натуральное, которое я делаю своими руками. Я знаю, что вы любите все вот эти натуральные средства, поэтому оставила я это, так сказать, на десерт. Значит, кто смотрит все мои видео, наверняка видели, как я приготовлю мыло своими руками, мыло для тела. Кто не смотрел, я оставлю ссылочку, обязательно тоже посмотрите. Вот, но сегодня я покажу, как очень просто приготовить можно в домашних условиях гель. Гель для душа, для принятия душа. Очищающий гель. Потому что все-таки мыло, да, оно требует таких специфических ингредиентов, и не всегда, понимаете, под рукой, и не в любом магазине их купишь. А вот гель, который я вам сегодня покажу, в принципе, из доступных совершенно, вот, так сказать, составляющих он. И поэтому каждый из вас может попробовать приготовить. Понимаете, это в разы будет приятнее, чем использовать покупной, потому что, конечно, во-первых, вы знаете, что входит в состав. И когда делаешь сам что-то, вы понимаете, это гораздо приятнее потом использовать это. Вот, я даже по себе знаю, я обожаю использовать те средства, которые я делаю своими ручками. Вот, поэтому смотрим. Итак, для приготовления геля нам понадобится детское мыло, любое растительное масло, в данном случае я взяла кунжутное, и любое эфирное масло, которое вам нравится. Ну, вы знаете, я люблю цитрусовое. Значит, я взяла кусочек мыла, разрезала его на мелкие кусочки и отправляю в блендер. Далее я его измельчаю сначала, и потом мне понадобится полстакана горячей, именно горячей воды, которую я начинаю добавлять и растворять также вот блендером мыло вот в водичке. Добавляю практически, ну, не практически, я добавляю вот все вот эти полстакана. И как следует все взбиваю. Вот получается на выходе такая, знаете, вот такой мусс, легкий мусс. И потом уже довожу до нужной консистенции, опять же, водичкой, опять же, прохожусь блендером, ну, чтобы она уже была, так вы понимаете, да, ну, как именно гель для душа, чтобы такой был жиденький вариант. Ну, вот получается у меня вот такой консистенции. Дальше я добавляю туда столовую ложку растительного масла, в моем случае, еще раз повторюсь, кунжутного. Вы можете добавить любое. И добавляю 20 капель эфирного масла, апельсина в моем случае. Вот, но это, опять же, все на порцию, именно на кусок детского мыла рассчитано. Все это как следует я перемешиваю и отправляю уже в специальную емкость. У меня вот такая есть бутылочка 0,5, то есть достаточно большая. Вот, и получается вот такой замечательный гель. Ну, вот, дорогие друзья, познакомила я вас с теми продуктами, которые я использую на данный момент. Вы поняли, что все бюджетно, все доступно и при этом очень эффективно работает. Поэтому все средства, которые я сегодня вам показала, я на себе лично пробую, использую и мне все устраивает, мне все нравится. Все, спасибо большое, что вы меня сегодня посмотрели. На этом я сегодня с вами прощаюсь, правда, ненадолго. До скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok